Привет, друзья! Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, становитесь спонсорами на Ютубе, кнопка и ссылка под видео. Молдаване, воюющие за Россию, могут лишиться гражданства. Власть анализирует возможность лишения гражданства молдавских граждан, имеющих также российское гражданство, которое вступит на сторону России и войне против Украины. Решение было принято на заседании Высшего Совета Безопасности ВСБ в субботу 24 сентября и озвучено на сегодняшней пресс-конференции президентом Майей Санду сообщает TV8MD. «Есть риск мобилизации граждан РМ из восточных районов. Для предотвращения этого мы анализируем возможность лишения гражданства тех, кто будет воевать на стороне агрессора. Ужесточение наказаний за это заявила Майя Санду». Глава государства также сообщила, что было принято решение инициировать консультации, чтобы исключить возможность привлечения граждан Молдовы, проживающих в России, к мобилизационным мероприятиям и реализации мер по поддержке граждан, которые хотят вернуться домой. Мало того, Санду добавила, что нет уверенности, что «Газпром» выполнит контракт. Глава государства Майя Санду на сегодняшнем брифинге для прессы заявила, что властей нет уверенности в том, что «Газпром» выполнит контракт. С 1 октября цена покупки голового топлива, согласно новой формуле, должна быть ниже, пишет Баня МД. Однако, с учетом неясной ситуации, государственные органы готовятся действовать по ранее озвученным сценариям. Президент заверила, что граждане получат поддержку правительства, как и прошлой зимой. По словам Санду, у Молдовы есть определенные резервы на октябрь месяц. «Мы реализуем существующие планы. Переговоры с «Газпромом» проходят каждый месяц. «Газпром» обязан соблюдать свои договорные обязательства», сказала Санду. Отметим, что власти заявляют, что компенсируют населению счета за газ, снабдят дровами тех, кто пользует это топливо и переведут теплоэнергетическую систему Кишинева на мазут. Но больше всех шокировало то, что Санду призвало правительство проверить готовность на случай ядерной угрозы. Глава государства Майя Санду сделала заявление для прессы после заседания Высшего Совета Безопасности, которое состояло в субботу, 24 сентября. Президент отметила, что на данный момент риск ядерной атаки оценивается как маловероятный, но не невозможный. В связи с этим она попросила правительство проверить степень подготовки страны к такому сценарию, сообщает Unimedia.info. В настоящее время риск применения ядерного оружия оценивается как маловероятный, но не невозможный. В связи с этим правительству рекомендовано проверить степень готовности учреждений и населения к возможным последствиям и возобновить информационную кампанию о мерах защиты в случае ядерной угрозы. «Прошу граждан обратить внимание на объявление генерального инспектора по чрезвычайным ситуациям», — сказала Санду. Ответила она и на вопрос о офшорах Спыну. Он заработал деньги законно в частном секторе. На сегодняшнем брифинге для прессы Майю Санду попросили прокомментировать информацию о миллионах на счетах, которые принадлежат министру инфраструктуры Андрею Спыну и которые, как утверждается, не были задекларированы. «Господин министр заработал деньги законно, работая в частном секторе», — ответила Майя Санду. Напомним, что Илон Шор обвинил вице-премьера Андрея Спыну в наличии у него офшорных счетов. Шор утверждает, что на четырех счетах Спыну, открытых на его имя и имена его компаний, хранится более чем 40 миллионов долларов, 6,5 миллионов евро и 36,8 миллионов долларов. К своему посту Шор прикрепил документ с некой банковской выпиской, где указаны эти счета. В ответ Андрей Спыну заявил, что это ложь и призвал Шора возвращаться домой. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.